Успехи в развитии агропромышленного комплекса Брянской области замечены на федеральном уровне. Прежде всего, это новые технологии в животноводстве, в птицеводстве, в откорме крупного рогатого скота, новые проекты в модернизации молочных ферм, внедрение новых технологий в выращивании кукурузы на зерно. Поделиться столь важным опытом, но прежде всего наметить планы по переводу сельского хозяйства на инновационный путь развития, в Брянск приехали ректоры и проректоры всех российских сельскохозяйственных вузов. Наша академия, расположенная в Кокино, очень выгодно отличается от своих коллег – учебных заведений. Расположена, как мы говорим, в сельской местности, приближенная наука и получение высшее образование студентов в практике. То есть здесь учхоз, здесь поля, здесь фермы, здесь лаборатории. То, что теоретически прочитал, можно увидеть и применить на производство. Современное сельское хозяйство невозможно без проведения технической модернизации его машино-тракторного комплекса. Начиная с 2005 года с помощью региональных программ, собственных средств, а также кредитов, сельхозтоваропроизводителям области, уже поставлено больше полутысячи тракторов, 350 зерны и около сотни кормоуборочных комбайнов и другой сельхозтехники. По госпрограмме до 2012 года планируется ежегодная закупка не менее 300 тракторов, 100 зерны и 60 кормоуборочных комбайнов. По губернаторской программе унический агрогородок «Успех» уже получал необходимую технику. А сегодня их автопарк пополнится еще одним зерноуборочным комбайном. Мы гордимся, что попали в число, как говорится, призеров по получению этого комбайна. Я думаю, это нам очень поможет в уборке урожая, потому что старая техника у нас уже очень слабовата. Вся техника поставляется по программе 20 на 80, то есть 20% стоимости будет оплачиваться в виде субсидий из областного бюджета. Остальные 80 – самими сельхозтоваропроизводителями до конца текущего года. Ключи от первых 20 кормоуборочных комбайнов вручались 11 июня. Сегодня фермерские хозяйства получают вторую партию – это 37 зерноуборочных и 8 кормоуборочных комбайнов. Вся техника изготовлена на предприятиях Брянска и Гомеля. Это не безвозмездный подарок. Должна быть возвратность. Вообще, это должно уйти уже в историю, когда получали, а потом пятилетку ждали, когда будут списывать. Нет, заполученную технику, она не дешевая, нужно рассчитываться. И вот очередная партия комбайнов уходит на село, где будет задействовано на заготовки кормов и уборки урожая. Татьяна Глазова, Аристарх Никитин. События в Иганические и Брянские районы.